Яна Рудковская. Продюсер, одна из немногочисленных российских клиенток от Кутюр. Звезда дефилирует в пышных нарядах Диор или Шанель и на светских мероприятиях, и во время отдыха на море. Цены на платье от Кутюр начинаются от 30 тысяч долларов, это примерно 2 миллиона рублей, а потолок, по словам Яны, 250 тысяч долларов. Только платьем люксовый гардероб звезды не ограничивается. Этим летом Рудковская блестала в купальниках от Диор в своем инстаграм. Филипп Киркоров. О том, что артист тот еще модник и старается выбирать себе костюмы по последним молодежным тенденциям, знают всем. Певец дружит с Филиппом Пляйном, обожает Гуччи и все лето расхаживает в футболках Диор и костюмах-пижамах Версачи. Одна рубашка от модного дома стоит чуть больше тысячи долларов. Александр Рогов. Недавно стилист завел себе видеоблог, в котором не только показывает свою жизнь, но и учит модно одеваться как в дорогих магазинах, так и в масс-маркете. Но сам Александр не скрывает, что любит необычные дизайнерские вещи и тратит на одежду сотни тысяч рублей. Как-то стилист рассказал, что даже его мама не понимает, как можно отдавать за обычные вещи такие суммы. Ольга Бузова. Певица любит вспоминать, что всего добилась с нуля и сама. Сама звезда покупает и вещи от именитых дизайнеров. Например, некоторое время назад Ольга обожала Баленсиага и скупала у фирмы куртки. Правда, после того, когда не дошли слухи, что Демна Гвасалия попросил Собчак перестать носить их одежду, чтобы не позорить бренд, Бузова призвала всех игнорировать модный дом. Ксении же не удалось убедить певицу, что креативный директор Баленсиага такого на самом деле не говорил. И вообще не слышала Бузовой. Светлана Лобода выбирает яркие наряды для сцены, да и в жизни она одевается ненамного скромнее. Правда, не менее дорого. Певица может купить брюки от Бальман, обувь Сен-Лоран или шубу Лан-Ван. И, конечно же, это все стоит тысячи долларов. Дженнифер Лопес. Вне сцены и красных дорожек Дива выбирает то гламурные образы, то бомж-стайл, но самое главное – аксессуары. Джейн Ло не расстается с сумочками Беркин, цена которых начинается от миллиона рублей на самые простые модели. Мы не знаем, сколько Беркин в гардеробе у певицы и не уверены, что она сама их считала. Виктория Бекхэм. Одна из самых стильных леди Британии. Разумеется, тратит на гардероб невероятные деньги. Кроме собственной фирмы, Виктория выбирает Джорджо Армани и Селин. Канье Уэст. Рэпер гордится тем, что зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе и своей семье одеваться, как они захотят. Канье может купить джинсы за тысячу долларов, худи за столько же, а его часы стоят не меньше четырех миллионов рублей. Ким Кардашьян. Жена Канье не отстает. Разумеется, у Дивы тоже есть сумочки Беркин. Ким рассказывала, что использовала ее, чтобы носить пеленки и подгузники для сына. Звезда может купить топ за 100 тысяч рублей и выйти в нем один раз, а может выкупить эксклюзивное винтажное бикини Шанель, стоимость которого тщательно скрывается. Возможно, к лучшему. Амаль Клуни. Звезда обожает самые дорогие и уважаемые марки. В самый обычный день на улице фотографы подлавливали Амаль в костюмах от Боттега Винетта, платьях Гуччи и туфлях Джимми Чу. Впрочем, красотка умеет не делать акцент на своем состоянии и всегда выглядит уместно. Рианна. Каждый светский выход этой красотки все ожидают с нетерпением. Еще бы. Ри всегда выбирает самые яркие наряды. Чаще всего певицу можно увидеть в образах от Куапей, Стеллы Маккартни, Джамбатиста Вали, которые стоят сотни тысяч долларов.